МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людмила Глазкова, жительница подмосковного Пушкина. А вот ее дача находится во Владимирской области. Деревня Мелкишево. Мещерские леса, болото. В общем, мрачноватое такое место. И мой дом стоял, домик, который я купила для детей, он стоял на отшибе, то есть через дорогу только хозяйка. Жила там соседка. И все, козочек своих посла. В соседней деревне проживали два брата. Были они очень успешными охотниками. Всегда возвращались домой с сумками, заполненными дичью. Соседняя деревня называется отводная. И Боря Крупновых, два брата-близнеца, Боря и Вова, хотя они уже в возрасте 40 лет были, ну, деревни так, Вова и Вован, там, и все. Они были охотниками, очень удачливыми. И они, значит, у них в доме все было увешано шкурками, выделами, они этим жили. И этот вот, один из них, Владимир, он возвращался с охоты как-то поздно вечером, вот, и его начал преследовать какой-то летательный аппарат. Мужчина навел на летающую тарелку свое многозарядное оружие и выпустил в цель несколько пуль. Сразу после этого зависший летательный аппарат начал движение в сторону охотника. Он, мужчина жилистый такой, молодой сравнительно, ничего не боявшийся, ночевал в лесу. А тут он испугался и бросился бежать. Собаки тоже в разные стороны. И этот летательный аппарат стал его преследовать. Стал его преследовать, а потом он почувствовал, как он рассказывал, у него руки и ноги не имеют. Мужчина упал на траву, словно подкошенный. Он испытал дикий страх, когда тарелка зависла прямо над ним. А затем он увидел, как с летательного аппарата на него падает что-то вроде рыбацкой сети. Сетка, сетка, ну как вот, рабица, ну мелкая очень. Ну вот, и стала на него прямо его покрывать, эта сетка стала, но он как-то выбрался. Ну, к утру он был уже дома. Но он не пришел, а приполз, потому что ноги его не слушали, и был в очень таком тяжелом состоянии. Уже необязательно рассказывать подробности, но он был в таком состоянии, в ужасном. Вот. Случай загадочный. Не исключено, что охотник утаил какой-то важный, неприятный эпизод из этой истории. Ведь контакта с инопланетянами в подобной ситуации вряд ли можно было избежать. Это просто у меня соседка, которая с ними в таких хороших отношениях, и жена этого, Вовы, вот это вот рассказала. Но потом я уехала в Пушкино, и вот когда я и в Пушкино получаю я письмо, что этот Владимир вскоре умер. Я бывший военный летчик, значит, закончил АРКУ в свое время, Армавирска, высшее летное училище, ВОСК противовоздушной обороны. Когда появились ракеты, вот на этом самолете, супер-перехватчик, скорость километров в секунду, я поднимался выше 25 километров. Значит, ракета на 50 километров доставала, 550 килограмм, представляете, 4 ракеты. Они достали уважать. На гневые контакты с нами уже не выходили. Первая встреча со мной у меня состоялась в 71-м году, когда я летал на МиГ-19. Это первый наш сверхзвуковой самолет. Возвращался поздно ночью, на посадку заходил, аэродром перед. И вдруг на меня внезапно накинута была сеть, фиолетовая толщиной в руку, 30 на 30. Прям буквально сетка была наброшена. И как руки спрута оглаживали кабину, и оказалось, в мозг мне залез кто-то, и рукой прямо щупал у меня. Крылья, смотрю крыльев, не видать, полная темнота. И главное, прекратилась связь с землей. И вот это продолжалось где-то минут 10, наверное. Мне все, а что же дальше, что же дальше? Какой-то интерес был. Но как будто меня изучали, как насекомого под микроскопом. Понимаете? Меня раздражало, что вот эти пальцы, то есть отростки, это щупальцы, назвать, этого спута, оглаживали кабину, меня это раздражало. Ну, приборы работали нормально, двигатель на установке нормально, только приглушенный. Как будто в ад у меня посадили. Приглушенный. Когда я выпустил шасси, сразу же эта сетка исчезла, а земля с тревожным голосом. 643, ваши действия. Почему не отвечаете? Ну, я понял, что докладать, это мой последний доклад будет. Я сморозил, говорю, да, фишка разъединилась, орешковый разъем. То есть рация подсоединялась к бортовой. Такой орешковый разъем был. Ну, нередко разъединялась. Ну, я доложил. А когда я сел, ребята спросил, кто перед мной садился. Ребята, что-то увидели? Нет. Никто ничего не видел. Когда уже подполковников с Афганистана приехал за семьей, и после второго ящика водки стал раскручивать, рассказал свои случаи. Говорю, ребята, вспомните тот случай. Не признались, потому что это было там, до 81-го года. То есть доложил на землю, все, у парня поехала крыша. Нам даже летать не давали. Продолжение следует...